Чем меньше рынков сбыта, тем больше вы подвержены действиям той или иной страны. Чем больше их, тем спокойнее вы можете перебрасывать вашу продукцию. И тогда у вас становится вопрос не трагедии, что все, вы потеряли рынок. У вас становится вопросом маржинальности. Вы должны иметь достаточную систему, построенную вашего бизнеса, которые понимают, что будет происходить в той или иной стране. Какие тренды в Евросоюзе, какие тренды в Китае, какие тренды в Африке, какие тренды на Ближнем Востоке. Как только вы расслабились, как только вы подумали о том, что все, ситуация стабилизировалась, вы проиграли уже вчера. И ничего с этим поделать не получится. Бизнес должен брать на себя ответственность. И бизнес должен помогать своему государству. Помогать тем, теми ресурсами, которые у него есть. Новые рынки, в нашей части, не просто бизнес. Тут есть дозвольные процедуры, тут есть погоджение сертификации. И если только государство и урядовые структури не поддерживают, не встигают, бизнес будет чувствовать дискомфорт от того, что он не имеет доступа до этих новых перспективных рынков. Особенно это сейчас относится азийских рынков, особенно это сейчас относится африканских рынков. Набагато комфортнейше працювати в сбалансованной модели, когда локомотивом есть индустриальный бизнес. Не маючи и не предбачаючи системы дотаций, маючи проблеми с доступом на внешние рынки, потому что, как бы там ни было, экономический национализм, он сегодня проявляется. Мы должны работать и над продуктивностью працы, и над продуктивностью производства. Другие изменения пестицидов на 1 кг на гектар ведет до того, что мы уменьшим выкид на 3,5, на 4, даже больше, кг этого 2 эквивалента. Было бы очень хорошо, если бы страна задавала импульс в борьбе с изменением климата. Дуже важливым является система освіти, особенно система дошкільной освіти, потому что бизнес может это делать не только через то, что клиент помогает, а что у него есть свои внутренние потреби, чтобы бороться с климатом. Но, когда все в бизнесе и все в стране понимают, что по-другому не можно, то оно будет работать само собой. И именно поэтому я считаю, что любое вопрос, которое связано с моралью, связано с нашим отношением к окружающим средствам, должно быть еще на стадии дошкільной освіти. А потом продолжается в школьной освіти, потом дальше у человека это будет понимание по жизни, что по-другому не можно, по-другому бизнес не можно вести. Продолжение следует...